Всем привет, с вами интернет ресурсами к обзору .com. Мы продолжаем знакомство с продукцией компании DIGMA и в наше распоряжение попали новые видеорегистраторы. Мы рады представить вам первый подробный обзор модели DIGMA Free Drive Store. Анонсирован он был в конце апреля и продажи на российском рынке уже стартовали. Согласно данным сервиса Яндекс Маркет, средняя стоимость составляет 6750 рублей. Чем может быть интересна эта модель, попробуем разобраться в ходе детального тестирования. Поставляется видеорегистратор в массивной упаковке с яркой полиграфией. На граних подробно описаны технические характеристики и спецификации. На обратной стороне есть отметка о том, что это Special Edition версия. Чем она отличается от обычной, разобраться нам не удалось. Комплектация помимо самого видеорегистратора включает крепление с вакуумной присоской, шнур USB, блок питания, прикуриватель и набор технической документации. Комплектный блок питания здесь сквозной, он под вкидной крышкой скрывается USB-разъем. Выполнен Digma Free Drive 100 в классическом пластиковом корпусе. Основная площадь софт-тач покрытием, оно не маркое. Сборка отличная, никаких выступов и скрипа деталей не наблюдается. По центру лицевой части расположился выступающий объектив с хромированной окантовкой. Обеспечивается угол обзора в 140 градусов. Состоит он из шести стеклянных линз с диафрагмой 2.0. Левее металлическая вставка, здесь она не несет функциональной нагрузки. Правее решетка микрофона, здесь же два диода и инфракрасные подсветки. Польза от них на самом деле сомнительная. Кнопки управления распределились между двумя гранями. Сверху это кнопка включения, переключение режима, включение записи. Сбоку кнопки перелистывания. Управление интуитивное. Слева находится слот под карту памяти microSD. Поддерживается накопитель объемом до 64 гигабайт. Данный объем мы протестировали. Проблем со скоростью записи и чтения обнаружено не было. Сторона, обращенная к водителю, полностью занята дисплеем. Это трехдюймовый LCD-экран с широкими углами обзора. Для вывода изображения на внешнем мониторе ЛТВ здесь доступно два разъема. Это AV-out сверху и HDMI снизу. Кабели покупаются самостоятельно. Подключение к ПК для выгрузки файлов и обновления прошивки осуществляет через мини-USB разъем. Контакт с вакуумным укреплением находится в верхней части. Он же отвечает за передачу питания. Кабель зарядника подключается к самой присоске. Его длины хватает для проведения скрытой проводки. Видеорегистратор производит приятные впечатления, он будет хорошо смотреться и в салоне дорогого автомобиля. Если говорить про начинку DIGMA Free Drive 100, он построен на процессоре SPS 6330A. Его ранее мы не тестировали. Обеспечивает этот процессор максимальное разрешение Full HD частотой кадров 30 в секунду или HD 60 кадров. Используется кодек H.264. Пару к процессору установлена матрица ARR-0330. Ее мы уже тестировали. Внутренней памяти не предусмотрено. За автономную работу отвечает аккумулятор съемкостью 130 мАч. Меню управления разделено между двумя вкладками. Наверняться по пунктам идет с помощью механических кнопок. В настройках пользователь может выбрать между разрешением HD и Full HD. Для HD доступны у нас частота кадров 60 в секунду. Тут же находится датчик движения и общие настройки видеозаписи. В второй вкладке собраны общие опции настроек, меню интуитивно понятное. Плюс заводские настройки вполне комфортны для постоянного использования. Предлагаю ознакомиться с примерами видеозаписи, как дневной, так и ночной. Продолжение следует... Если подводить итоги, то Digba Free Drive Store продемонстрировал хорошее качество исполнения. Эта модель не получила дополнительных функционалов и нацелена только на видеозапись. Вопросов по дневной и ночной записи у нас не возникло. Чистая картинка с хорошей детализацией. Плюсом отнесу простоту управления, хорошую сборку и углы обзора в 140 градусов. Поддержку карт памяти microSD до 63 гигабайт. Проблемы сбоев в ходе тестирования обнаружено не было. С удовольствием обсудим Digba Free Drive 100 с вами в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо и пока-пока.